доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на торговой сессии пятницы снова мы на финансовых рынках и разумеется как и всегда как и день назад и неделю назад и месяц продолжаем разбирать ключевые фундаментальные события друзья впереди у нас выходные они судя по всему будут довольно интересные с точки зрения фундамента сейчас объясню почему поэтому очень важно чтобы на этих выходных вы сохранили очень хорошее бодрое расположение духа настроение мне нужны вы все с хорошим настроением понедельника собственно в понедельник у нас а как и всегда две встречи на брифинге и на вебинаре правильный понедельник который как и всегда состоится в 1630 по московскому времени ну ладно давайте посмотрим что произошло на финансовых рынках за последний день нефтянка 59 55 какой-то день сурка в прямом смысле потому что особо цены не меняются мы как говорили о консолидации в районе 60 долларов за баррель так принципе бренд продолжает держаться на этой же самой отметке я допускал что возможно рынок сейчас в ожидании каких-то новых триггеров и данные по запасам вполне могли бы справиться с этой задачей отчет вышел запасы увеличились отмечу что в этот раз прирост был практически таким же как казани до этого от американского института нефти то есть запасы увеличились почти на 10 миллионов баррелей это много друзья во-первых это отчет который подтвердил продолжение тенденции уже по моему пятую неделю подряд запасы растут второй момент связан с тем что увеличение запасов это риск роста глобального предложения напоминаю что все было бы ничего если бы в данный момент мы бы с вами не говорили о слабых перспективах мирового экономического роста и слабость этих перспектив подтверждается кстати последними данными по китаю которые вышли буквально несколько часов назад темпы экономического роста китая за третий квартал составили 6 процентов в годовом выражении безусловно это минимальный уровень почти за последние 30 лет и мы констатируем вот такие тотальные многолетние спады уже на протяжении довольно продолжительного периода на времени но несмотря на рост запасов несмотря на то что была создана база для снижения котировки все-таки удержались и на тех уровнях на которых котировались в начале дня я допускаю что этот борьба которая которую навязали собственно покупатели продавцам и покупатели нейтрализовали эффект потенциального снижения благодаря улучшению рыночных настроений как вы знаете вчера центральной темы стало соглашение между европейским союзом и англии по а брекзиту видимо на этом фоне участники рынка предпочли пока что не торопиться с продажами потому что если этот позитив сохранится на рынке дальше каким-то чудом мы получим позитивные комментарии об отношениях сша и китай вообще можно будет немного пересмотреть свои ожидания к дальнейшим перспективам мирового экономического роста как бы то ни было друзья мы сейчас от общимся на месте рынок по-прежнему в поисках новых драйверов я говорил накануне что раз рынок готов давать навязывать себе вот этот позитив ну что уж пожалуйста нам принципе он также сейчас не мешает но лично мне потому что я держу длинные позиции доллар иена 108 56 тоже особо картина не изменилась несколько десятков пунктов я считаю что это ерунда поэтому наверное на уровнях акцентирует внимание особо не стоит повторюсь друзья что мы сейчас анализируем возможность того что в конце этого месяца фрс понизить процентную ставку есть для этого предпосылки в виде отчетов ранее мы говорили а сара слабой розницы сейчас промышленное производство спад на минус на целых четыре десятых процента вчера как и обещал записал ролик по программе количественного смягчения которую перезапустил вот несколько дней назад фрс хотя принципе не назвала программа количественного смягчения сегодня мы его добавим на наш канал на ютюбе поэтому приглашаю вас ознакомиться с этим видеоконтентом и как всегда жду от вас а комментариев друзья потому что я высказал там свою субъективную позицию того как с этим не изменится ситуация американской экономики с долларом но мне нужно и ваше мнение потому что считаю что чем больше мне не будет тем больше шансов выйти на золотую середину истину доллар канадец 13136 немного ввел меня в заблуждение экономический календарь я не первый раз фиксирую уже ошибку на x3 ну думаю что исправить ребята и контент менеджер но в данном случае друзья ничего страшного если нет сегодня хорошего инфоповода ждем его на следующей неделе это данные по роничным продажам которые выйдут во вторник для нас это отчет который также будет разбираться с точки зрения влияния на монетарную политику пока что в идеале бы держаться подальше от валютной пары но если хочется все-таки поторговать то наверное длинные позиции лучше всего австралии с против доллара 0.6829 призываю вас продавать пару например со уровня 0.6810 это как раз целостоп евро доллар 1.1122 вчерашний взлет европейской валюты стал следствием реакции на позитивное настроение по брекзиту больше других причин друзья не было в частности по другому новостному фону власти германии ухудшили прогноз экономического роста до 0.5 процента чтобы вы понимали контраст начале этого года они прогнозировали что немецкая экономика вырастет на 1 и 8 процента на следующей неделе нас ожидает заседание и cb последняя при руководстве марио драги который уступит позицию кристина блага то есть я допускаю что марио драги может в качестве заключительного аккорда хлопнуть дверью и скажем еще более агрессивно протащить идею большего монетарного стимулирования с учетом последних макроэкономических данных и также друзья со вчерашнего дня по сути вступили в силу повышенные таможенные пошлины на ряд европейских товаров со стороны сша готовимся к новому витку торговой войны с участием уже евросоюза ну и фунт конечно же 1.2844 сейчас котировки вчера рост мы почти добавились до отметки 1.30 друзья если вы смогли поймать весь этот позитив ну супер я рад за вас но опять же как и всегда есть определенные моменты которые сейчас нужно анализировать вдвое то есть не все так просто это не тотальный позитив почему потому что есть соглашение сейчас на уровне еврокомиссии скажем ес и англии но соглашение на уровне не всего политического руководства лондона а только партии власти то есть партии джонсона нечто подобное уже было при терезе мэй когда она договаривалась европейским союзом и и оставалось казалось бы ерунда протащить это через парламент но как вы помните и это сделать не удалось и в итоге она поплатилась за отсутствие прорывных решений своим местом оппозиции и уступила трон премьера борису джонсону сейчас ситуация похожа договоренность на уровне высших эшелонах власти есть но борису джонсону нужно протащить ратифицировать это соглашение через парламента на эту субботу друзья запланированная экстренная встреча экстренное заседание борису джонсону нужно набрать триста двадцать голосов сейчас у него есть двести восемьдесят семь голосов но сразу хочу отметить почему вероятность того что этот позитив очень быстро может сойти на нет потому что уже известно что демократическая юнионистская партия будет голосовать против этих договоренностей составе этой партии 35 голосов то есть без их поддержки у джонсона нет шансов все-таки реализовать процесс того самого мягкого брекзита который стал причиной роста британской валюты на этой неделе если голосование будет провалено то буквально с понедельника нас ожидают чудовищные гэпы особенно в парах с британской валютой поскольку вероятность этого есть я рекомендую вам например сегодня рассмотреть возможность открытия коротких позиций буквально перед самым закрытием сессии в расчете на то что при негативе вы сможете поймать все друзья движение но это такой трейдерский лайфхак если вам необходимо я скептик по этому соглашению и несмотря на то что мою позицию можем сейчас разделяют немногие ну ничего страшного друзья на этом собственно все большое спасибо за внимание всего доброго до свидания